здравствуйте друзья в эфире канал ньюаш вот и в рубрике лаборатория политического и военного анализа сокращенно лаборатория пива с вами юрий гемельфарб и александр глущенко в наше время довольно часто приходит слышать мы не хотим в 90 путин избавил нас от опасности возврата в 90 но вот в ростовской области произошло событие которое мягко говоря очень напоминает не то что в полный возврат 90 а какой-то дикий запад значит в ростовской области между двумя семьями бациевых и семьей дакишвили произошел конфликт из-за участка для выпаса скота по данным пресс-службы гуэдэ по ростовской области в этой перестрелке участвовали 14 человек а там произошла перестрелка и итог пятеро погибших двое раненых причем интересно про погибших значит три человека со стороны семьи бациевых один со стороны семьи дакишвили и один вообще погибший непонятно кто сами чуть такое мы уже начали выяснять отношения при помощи оружия кстати вопрос к тебе как к военному человеку вот на рбк пишут что это было с применением охотничьего оружия это так или не так нет нет ну во первых 5 трупов сразу сделать из охотничьего ружья невозможно даже если открыть огонь внезапно из близкого расстояния а тут вот другой источник я считаю не менее авторитетный сразу говорит что с одной из сторон вернее с оружием приехали все кто-то может быть с охотничьим но то что в перестрелке и основной урон был нанесен именно с использованием с применением именно автоматического оружия скажу значит зафиксировано другим источником что там был автомат раз кстати не исключено что ни один вот и автоматический пистолет стечкина это тот же автомат по своим характеристикам просто он стреляет на на меньшее расстояние скажем так примерно как пистолет пулемет вот пять трупов двое в больнице остальные скрылись на двух автомобилях непонятно чья это семья одна чья семья другая вернее из числа скрывшихся чьи это представители сейчас под подвергаются опасно сейчас все окружающие местные жители почему надо будет скрываться а подожди постой постой вот сейчас объясни мне такую вещь конфликт был между двумя семьями бациевых и дакишвили хорошо а остальные тут причем их конфликты за пастбища причем остальные семьи очень большие на как на кавказе очень большие семьи из числа этих 14 человек учащихся в перестрелке еще скрылся целый отряд на двух машинах грубо говоря вот 7 убитой 77 разъехалась 5 убита двое в больнице это 77 разъехалась почему опасности подвергаются все остальные люди которые проживают рядом им же где-то надо скрываться тем где-то надо заправлять машины им надо скрываться от полиции где-то прятать свои машины им нужно пересекать границу области а я уверен если они поедут скрываться там куда-нибудь на северный кавказ туда южнее имеется ввиду на свою историческую родину я примерно о фонетике этих фамилий примерно могу предположить откуда эти люди я просто не хочу заострять национальный вопрос на данный момент потому что для меня его не существует я речь иду о другом что сейчас будет естественно введен план перехват будут там различного рода оперативно-профилактические мероприятия задействованы серьезные силы там полиции росгвардии это опять же люди будут подвергаться опасности потому что еще неизвестно сколько у них оружия возможен захват заложников посмотри производная какая-то цепочка вот тебе нужно скрыться ты заскочил в чужой двор схватил там человека там за шею заломал ему руки приставил пистолет голове и сказал закрывай ворота никого сюда не пускай все возможны ситуации возможно потому что сейчас начнутся по коне поиск вертолетов а там вертолеты были задействованы которые уже являются по сути дела организованы или двумя организованными преступными группами а тогда вопрос правильно ли я тебя понял что опять же я ни на что не намекаю я тот для меня тоже не существует национальный вопрос но судя по фамилиям эти люди выходцы с северного кавказа правильно ли я тебя понял что этот здесь возникает опасность кровной мести у большинства народов северного кавказа совершенно нормальное явление совершенно нормальное явление зуб за зуб око за око и так далее там много очень обычаев этого этой кровной мести особенности этого обычая кто подвергается кровной мести кто из рода могут ли привлекаться кровной мести там младшие братья старшие братья старшие рода значит там женщины и так далее там на какой территории через какое время все это действует там прямой ну можно сказать целый учебник по этим делам и это запросто может пойти единственный способ уберечь и тех и других от кровной мести это естественно их быстренько найти и грубо говоря задержать изолировать от общества потому что кто еще знает сколько у них там оружие хотя если смотреть в корень зрить в корень ведь весь конфликт по сути дела спор хозяйствующих субъектов да одна семья занималась фермерством посла скотину вторая семья занималась фермерством посла скотину с какого-то там чуть ли не лет пять назад уже они возбудились друг против друга да какой пять лет они в 2010 году ребята вот смотрите по ссылке в описании с десятого года идет этот спор правильно ты сказал хозяйствующих субъектов но который в результате перерос ну в какой-то дикий запад а потому что оказывается у нас ни судов ни прокуроров ни людей которые могут грамотно принять судебные решения нет либо второй вопрос эти люди регулярно постоянно перекупались точнее может быть даже один судье потому что в десятом году было одно решение в двенадцатом году третье решение то есть вот эти поля пасмичные переходили от одной семьи другой потом в конце концов когда им ближе там к шестнадцатому семнадцатому году и вот уже сейчас непосредственно в девятнадцатом году надоели эти споры они схватились за оружие они начали самовольно пасти скот и засевать территории которые то принадлежали 1 1 1 семье то принадлежали другой семье какой-то международный пограничный конфликт воюющими государствами например сначала наступают одни потом наступают другие а судья как организация объединенных наций смотрят на них сверху вниз и принимает то одно то другое решение я не думаю что в этом орловском районе очень уж крупный там суд там от силы судьи по гражданским делам 1 2 максимум на весь район и соответственно этот судья или эти судьи принимали все эти решения и уверен что скорее всего наверное все эти решения принимались под воздействием ну солидных сумм до да но ты обрати внимание вот на каком фоне это все происходит нас же всегда интересует фактура а это происходит на фоне мемориал штрафуют движение за права человека разгоняет спч при президенте россии превращается но извините меня в какую-то клоунаду который заявляет что мы не будем заниматься правами мы будем заниматься там медобслуживанием и дорогами вот я не могу отделаться от ощущения что вот эти события они прямо связаны ну само собой потому что вот этим людям которые там друг друга перестреляли там которые хотя кстати которые тут еще возникает вопрос к господам тем же полицейским там не только к судим откуда было огнестрельное причем боевое оружие почему это никто не знал почему она не было учтено это один вопрос но другой вопрос давай по правозащитников которых сначала зачистили потом оштрафовали потом разогнали еще вчера еще и комитет за гражданские права обыскали ломились для чего они вообще нужны почему не существует а потому что штатные институты такие как парламент начиная от федерального собрания в целом заканчивают какой-нибудь районной думы вот там в этой орловке районной думы заканчивая вот своими функциями не справляются отсюда возникают всякие рзац институты такие как общественные палаты советы по правам человека этим всем реально должны заниматься прокуроры и адвокаты а они этим не занимаются существует парламент прокурор и адвокаты но если правовая система отключена отключена то есть адвокатом арты позакрывали прокуроры поют исключительно под дудку следствие следствие и полиции и парламент не принимает целесообразных законов но как могли а может девять лет длиться тяжбы из-за этого куска земли потому что никто не хотел принимать правовое решение или или занимался открытой коррупцией и так на фоне всей правовой ситуации в нашей стране и чем больше будет давление на право защитников на тех людей которые по зову сердца пришли защищать права граждан они так вот с автоматом из пистолетом автоматическим тем меньше этой законности естественно будет в стране гораздо меньше и не будет ее совсем из таких людей как федотов шульман чихов шаблинский допустим лев пономарев подвергают вот этому унижению там на на уровне высших органов власти извини меня а что творится там в этом районе я почитал сегодня социально-демографические данные по району ну это обычный депрессивный район откуда там возьмутся грамотные судьи грамотные прокуроры грамотные адвокаты вот реально такой депрессивный сельскохозяйственный район там где нет ни производства ничего там проходит одна железная дорога от волгограда до ростова я поездил по этой дороге помню сейчас вот все чем заниматься только пасти скотину то есть свою жизнь эти семьи спасают чем тем что выращивают скотину у них нет другого выхода это они фактически вчера спасали свою жизнь на фоне экономической ситуации а спасти ее не могли на фоне правоохранительной ситуации правую ситуацию результате вот вам дикий запад я не знаю так может и гражданская война начаться так вот как раз ты с языка снял вот заключение меня вопрос а тогда что же получается что подобного рода инциденты по стране будут только множиться я не вижу по крайней мере другого хода развития событий другого варианта опровергни меня если я не прав но если если не будет работать правоохранительной системы естественно будет система вот этого самого вот этих вооруженных разборов недаром уже у нас по поводу самосуда кругом вопрос идет возникает вопрос помнишь с этой погибшей девочки девочки саратовской все люди знают что полиция следователи прокуроры всегда готовы развернуться на 180 градусов все зависит от мнения старшего начальства от мнения местных властей от желания скрыть отрицательную статистику в правоохранительных органах поэтому уже им никто не верит или все речь идут о самосуде соответственно у этих людей кончилась вера в суд прокуроров там и в адвокатов они просто похватались за оружие тем более люди кавказские люди горячие так требует-то самосуд люди из средней полосы россии вот ведь в чем тут дело то есть все радуют за смертную казнь радуют за самосуд но это означает что тут не то что вернулся дикий запад даже и не то что вернулись 90 ведь вы обратите внимание друзья в 90 разговоров о том что надо вернуть самосуд не было а сейчас эти разговоры идут на государственном уровне я напомню что глава фракции справедливой россии сергей миронов государственной думе он уже поднял вопрос о возвращении смертной казни ну вот вам пожалуйста вот к чему мы приходим то есть это начинается по идее война всех против всех ну да сегодня один фермер со своей семьей постреляет фермер с его семьей соседа своего а завтра пойдет село на село а послезавтра пойдет район на район а почему ты ограничиваешь только говоришь только село это и в городах возможно ведь вот что страшно это возможно и в городах такой же точно спор хозяйствующих субъектов так он фактически есть уже он в краснодаре там какой-то завод консервный завод или перерабатывать комбинат захватывали там каким-то способом под краснодаром славянск на кубань да и в данном случае граждане пока просто снимают и выкладывают ролики в интернет а дальше вот вам пожалуйста как будут действовать дальше люди они будут выкладывать в ну вот приблизительно так ну что ж друзья вы слышали нашу точку зрения по поводу трагического инцидента в ростовской области с погибшими и этот инцидент я напомню произошел из-за участка для выпаса скота но я же как всегда напоминаю выводы делать только вам подписывайтесь на канал не аж вот до встречи пока